13 апреля депутат Государственной Думы Геннадий Панин посетил городской округ Электрогорск с рабочим визитом. Совместно с главой города Сергеем Дорофеевым побывали на производстве лекарственных препаратов Эколаб. Предприятие ответственно подготовилось к встрече. Для гостей провели экскурсию по рабочим помещениям, показали весь процесс от поставки до сборки в цеху ГЛС. Также провели встречу с рабочим коллективом и его управляющим составом. Обсудили не только важные моменты, но и узнали более точно о том, чего ждать в будущем. Президент ЗАО Эколабсии Фаддин Марданлы отметил, что предприятие готово предложить качественные аналоги отсутствующим в аптеках лекарствам, но, к сожалению, не все жители об этом знают. Он попросил посодействовать распространению информации на федеральном уровне. Давайте я попробую, что сделать. Может быть, мы снимем какой-то небольшой сюжет, короткий, минуту-две, ролик про производство, чтобы специалисты рассказали, сколько большой он. Сколько? Три минуты, кажется, да? Мне тоже его скиньте тогда. Я попробую его через Единую Россию на федеральный уровень скинуть. Главной задачей визита был осмотр предприятия на предмет импортозамещения. Сможет ли Эколаб, отказавшись от лекарств из западных суспензий, не останавливать производство и по полной использовать отечественные ингредиенты? Ответ – сможет. Изменения в производстве уже начались. И это изменение в лучшую сторону для развития предприятия в России. В рамках своей региональной недели я всегда посещаю территории, которые меня поддержали на выборах, от которых избирательного округа я выбирался. Но сегодняшняя геополитическая обстановка, обстановка и в экономике толкает меня в первую очередь проводить встречи на предприятиях, пообщаться с людьми, как они чувствуют обстановку на предприятии, и, конечно, с руководством. Сегодня большие меры поддержки есть приняты правительством в части предприятий по импортозамещению. Вот предприятие Эколаб – это именно то предприятие, которое имеет огромный потенциал заместить многие лекарственные препараты, импортные, европейские, на свои отечественные. Эти препараты уже есть, но, к сожалению, сложно в части рекламы конкурируют с европейской продукцией. И вот эта ситуация, которая сейчас развивается, она могла бы как раз на полках, дать возможность на полках в аптеках появиться лекарственным препаратом электрогорского производства с ценой меньше европейской, но с качеством не меньше, а даже где-то выше. С какими вопросами к вам сегодня обратились работники предприятия? Ну, первое, конечно, всех беспокоит геополитическая обстановка, беспокоит, чем закончится специальная военная операция, какие изменения после этого будут для жизни простого российского человека, ну и, конечно, вызывает обеспокоенность, что будет дальше на территории Украины. А самой трепетной частью визита стало то, что Геннадий Панин и Сергей Дорофеев навестили семью беженцев Донбасса. Кристина Шубенко переехала со своими родными в Электрогорск на восьмом месяце беременности. И вот совсем недавно на свет появился ее второй малыш. Со столь знаменательным событием гости поздравили отважную женщину и порадовали ее подарками и теплыми словами.